соседка сейчас встретился камеру выключил что-то гортку не видно вас было муж я тут кабардин балкарию ездил хотя летал правда конечно вот хорошо хорошо это если даже куда-нибудь в америку летал сейчас не надо говорить надо говорить вот здесь я по россии где-то ездил такой я вот человек скромно живущий а то сейчас некоторые завидуют обязательно позавидуют тому что ты куда-то там вот представьте себе на днях я разговаривал же 300 тысяч на бали или боли вали наверно отдыхал он две недели это чужие люди не завидуют свои обычно завидуют сюда и что при этом важно если ты будешь говорить али спорта ну как ты скажешь ой плохо они будут радоваться а если ты скажешь замечательно отдохнул они расстроиться а если вместо 300 тысяч назвать сумму там 150 там дескать вот как можно как уловка у нас как это называет не оперировать а как-то влиять на настроение людей люди все сравнивают свою жизнь жизнь у другого человека и как правило почему-то они склонны вот именно а манипулировать да можно сознание человека они просто как сказать то не сравнивать свою жизнь вот идет он по улице а там в бомж он не радуется вот мол у него не сложилась жизнь вот там мусор копается а я дескать слава богу в тепле нет он обычно сравнивать соседи родственники не случайно у татар поговорки есть замечательные а это ради рифмы здесь сделали так с русскими словами брат брат к току туйна рад видите как татарская поговорка кто бы сказал да брат это поняли рад это рад брат брату брат значит рад когда под работает ну как чабаном и запасет скот там вот скотником вот он говорит брат 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 к току туйна рад когда кто-то из родственников хуже живет поэтому ну жизнь кому-то дает здоровье а он не ценит а вот он завидует тому кого там деньги семья все отдыхают на за границей это вот показатель благополучие считается хотя на самом-то деле мне кажется у нас ориентиры сместились не в ту сторону и люди зачастую не способны реально ценить нормальным даже капиталистическом обществе всегда считалось на первом месте здоровье потому что здоровый человек он не сидит он не висит камнем на шее у семьи раз он зарабатывать деньги два ну и все совсем вытыкающим отсюда последствиями а там у нас первую очередь почувствовать много ли зарабатывает и что я говорю что когда начало девяностых я как раз газете раскрутился хорошо базары писал там один был предприниматель очень богатый молодой как-то по комсомольской линии перехватил он стал хозяином на время калиф на час говорят хозяином стал на время вот рынка этого взял в аренду его и у него денег куры не клевали он за счет надо отдать должное не жадный был не скупой вообще такой нормальный парень но что у него проблемы какая мучила у него там с ногами он все время даже его кажется на руках чуть ли не переносили вон в машине все время ездил а сейчас уже годы прошли я думаю что это все наверное более худшем варианте он ощущает и чё там что там завидовать деньги они здоровым людям нужны скажите больным там до больным она сама собой да но здоровым нужен людям чтобы он умел радоваться жизни а больной человек он сколько денег не добавим все равно будет главное чувствовать это как-то был момент какой-то читал я произведение одно там слепой там какой-то слепой короче богатый что ли слепой жаловался на судьбу а ему сказали а вот бедный но он говорит на ничего особенного моя учись и горькая а ему объяснили ты-то хоть сытый не думаешь о пропитании а эти бедные еще помимо того что страдают недугом еще кроме того нуждаются в деньгах вот поэтому поэтому люди не ценят то что легко дано природа сама по себе позаботилась человеку при рождении дает органы слуха зрения там все органы движения все а человек это воспринимает как бесплатный дар а то что бесплатно достается как правило не ценится и люди не стремятся как-то сохранить здоровье не о том думает что вот здоровье сохранил о том чтобы заработать а иногда работать в тяжелых цехах они в трудные как условиях каких-то куда-то выезжает я помню видел одного там уже возраст почтенную там жена говорится челябинска прогнала езжай пенсию будешь хорошую получать а если он так будет вкалывать и здоровье свое надрывать сколько он проживет на пенсии она задалась вопросом а у нее инстинкт потерянство все детям 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 побольше 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 все детям она думает что вот чем больше даст денег детям они больше любить и будут вот какие-то у нас к сожалению извращенные 8 этот понимание что извращены вот того что как сказать вам точнее смысл любви или как сказать мирила любви мирила любви она считает что чем больше денег детям даст тем больше они будут ощущать мамы любит а я вот читал что зачастую любит тех кому делают добро они те кто был облагодетельствован не те любят вот им делает постоянно добро они вот не так любят а вот кто делает добро он всегда вот этот объект добра своего объект кому делать добро он гор всегда любит поэтому родители помогают дети все время и любят своих детей а те к сожалению так я как-то депутатом был и здесь вот один постоянно несколько раз был депутатом и вот я встречаю он пытается это разговаривать со мной я удивился рта сильно не раскрывает а потом я понял что не просто зубов нет он зубы не может ставить и он мне поведал о том что они женой свою квартиру отдали детям да дети не брали ипотеку не накладывали на себя вот этой обязанности платить они отдали своим детям а сами взяли пенсионеров взяли ипотеку вот вот забыла спросить оценили дети по достоинству же саможертвенность родителей вот это очень интересная тема раньше в газете можно было освещать сейчас к сожалению это не получится сейчас народ мало интересуется все тут ребенок где-то плачет портит мне звуковой фон всего доброго